Библия Слово Божие говорит, что нет другого имени под небом, через которое человеку надлежало бы спастись. Это имя Иисус. Это имя Иисус. Если вы еще надеетесь по-другому получить спасение, то я вас огорчу, или Слово Божие нас возвратит, что нету, кроме Иисуса Христа, пути в вечность, хорошую вечность. Без Иисуса есть путь в вечность, только в плохую. Давайте все вместе пойдем туда, куда нас Бог зовет, куда Он нас призывает. Поэтому, если вы еще не сделали это решение, не приняли Иисуса Христа, то сделайте это. Не ленитесь и не откладывайте на завтра. Завтра не существует. Такого понятия «завтра» нету, потому что завтра опять будет сегодня. Поэтому сделайте это решение принятия Иисуса Христа. Вот просто себе представьте, вы откладывали на завтра свое спасение, и вы умерли, и не дожили до завтра. И всю оставшуюся вечность вы будете осуждать себя и винить. Ну, чего же я не сделал? Ну, кто же мне мешал? Ну, ведь говорили же, ведь говорили же. Говорил этот пастор постоянно, постоянно говорил, прими, прими Иисуса. Я тебе постоянно и буду говорить. Прими Иисуса Христа. Он пришел, оставил небо и пришел специально на землю. Знаете, многие не могут прийти на собрание. Я написал сегодня в Фейсбуке, кто читал, я выставляю прославление, часть прославления. И я написал людям, что если у вас есть возможность приходить на собрание, приходите. Не отделяйте себя. Кто-то скажет, да я и так с вами, я и так на собрание. Знаете, что? Иисус почему-то физически пришел на землю. Он бы мог все управлять с небес. Ангела какого-нибудь сказать, давай, самый лучший ангел, иди умри за людей. И все, и ничего не пачкаться об эту землю. Но Он пришел и был среди нас. Вы знаете, Иисус говорил ученикам своим, идите на гору Илеонскую. И им надо было прийти туда, потому что там Он передал им власть. Там Он передал им силу и великое поручение идти по всему миру. Он сказал, вам надо прийти туда. Они бы сказали, да мы в духе, мы в духе. Что это за понятие такое в духе? В каком духе? Если у тебя есть возможность собираться с физическими людьми, и ты не можешь. О каком духе ты говоришь? Ты даже еще не уверовал. Либо дьявол тебя сбил. Иди в собрание. Иди в собрание живых людей. Если у тебя есть ноги, радуйся, что у тебя есть ноги. У тебя есть машина. У тебя есть бензин. Деньги есть. И ты не идешь. Бог оставил все, пришел ради тебя. Тебе не прийти. Тебе так сложно. Я скажу. Я когда уверовал, я ходил на три собрания воскресенья. Потому что мне хотелось больше ва. Мне хотелось. Понятно, что если у людей нету жажды, то им в воду предлагание, предлагание. Говорят, я не хочу. Я вот однажды кидал соль, и я прошу еще раз Господа, Господь Дух Святой, дай людям эту жажду по тебе. Духовную жажду. Чтобы они тебя возжаждали и шли вместе с Божьими людьми собирались. Там, где собираются во имя Иисуса Христа, идите и будьте с ними. Аминь. Итак, тема проповеди будет называться «Употребляющие усилия». Матфея 11, 12. «От дней же Иоанна Крестителя до ныне Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилия восхищают Его». Слово «восхищают» – то есть забирают. Забирают, просто берут Его. Итак, многие люди, многие люди, они не столкнулись с Царством Божьим. Они поверили в Христа, но они как бы не вошли в Царство Божье. Есть признаки человека, столкнувшегося с Царством Божьим. Например, человек верующий, и он счастливый, и он радостный. Потому что радость во Святом Духе – это часть Царства Божьего. Например, многие верующие считают себя по сей день, много лет верят в Иисуса, и считают себя грешными. Они тоже не вошли в Царство Божье. Почему? Потому что ни один грешник на небо не попадет. Тебе надо поменять свой статус и мышление. А, знаете, невозможно поменять статус и перейти из грешника в праведника, во Святого, потому что есть гордость, потому что есть плотское понимание. Ведь что такое Царство Божье? Это праведность, мир и радость во Святом Духе. Там нет ничего негативного, там нет плохого настроения. Представьте, Царство Божье начинается с праведности. Библия говорит о верующих в Иисуса как о праведниках. И если человек верит в Иисуса, но считает себя грешником, он сам выбирает себе путь. Сам. Он сам устраивает свою жизнь по-своему. Бог говорит, а он не слушает. А это надо делать. Бог сказал, Бог поставил царя Саула, чтобы управлять своим царством, менеджера. Взял на работу менеджера. А менеджер подумал, что он самостоятельный и независимый от Бога. И как он решит, так и будет. И что с этим менеджером? Его попросили с работы. Все. Такой менеджер не нужен. Царь в Божьем царстве – это менеджер, который управляет Божьим царством. И ошибка Саула была в том, что он сделал по-своему. Многие верующие, читая Библию, делают все по-своему. Почему? Гордость мешает просто принять этот статус. Праведник. Как это праведник? Да ты же грешишь. Да все мы грешные. Послушайте. На что ты смотришь? Ты смотришь на кровь, которая пролилась, или на поступок, который сделал человек? На что ты смотришь? Кровь Иисуса смывает всякий грех. И если это был грешник, он через кровь Христа становится праведным. Вы знаете, что Иисус сказал грешнику, висящему на кресте, истинно, говорю тебе, сегодня будешь со мною в раю. Почему? Потому что это уже был не грешник, а рожденный свыше христианин, может сказать, праведник. Почему? Он у Иисуса попросил прощения. Он признал свои ошибки, свою вину. Он сказал, товарищи, мы много зла сделали, а этот праведник ничего не сделал. И потом он говорит, Господи. Он обратился к Иисусу, он сказал, Господи, вспомни обо мне, я к тебе обращаюсь, помоги мне, другими словами. И что? Иисус ему сказал, сегодня же будешь со мною в раю. Вы что думаете, Иисус набирает в рай грешников? Ни один грешник не может попасть в святое святых. Туда попадают только праведники. Поэтому и есть преобразование мышления. Написано, что познавайте волю Божью. Познавайте ее. Преобразуйтесь обновлением ума вашего. Принимайте Слово Божие, чтобы вам изменить свое мышление. Мы будем сегодня говорить об усилиях. И знаете, это взято действительно из этого места Писания, что одни Иоанна Крестителя, да ныне Царство Небесное, силу берется. Мы, верующие в Иисуса Христа, имеем непосредственное отношение к Царству Божьему. Непосредственное. Про Иисуса было пророчество, что Он будет Царем. Его Царство не будет конца. Да, это и есть Царство. Это верующие люди, в которых живет Духовное Царство, Его территория, Его правление. Вот почему Иисус говорил, я не от мира сего, не от этого мира. Потому что у Него другое мышление. У Него другой подход ко всем вещам. Когда мы принимаем усилия, знаете, иногда сил недостаточно. Недостаточно. Недостаточно сил, чтобы молиться несколько часов. Но тебя никто и не просит силу прям, показать свою силу. Потому что Петр пытался показать свою силу и сдулся тут же, когда он был еще с Симоном. Но усилие у каждого из нас есть. Примени это усилие. Ребенок применяет усилие, чтобы начать ходить. Встать и ходить. Падает опять усилие. Усилие. И знаете, раз от раза он становится все крепче и крепче. В любом деле, чтобы что-то получилось, необходимо употреблять усилие. Например, нам надо поесть. Ну, это надо сделать усилие. Встать с кровати. Я не знаю, там или с кресла. Или просто при меня сделать какое-то определенное действие. И вы знаете, Иисус всегда, когда говорил, когда должно было произойти чудо, Он всегда говорил, сделай какое-то действие. Протяни руку. Понимаете? Это усилие. А я не могу, Господи, она сухая. Это у меня рука, это полотенце, а не рука. А Иисус тебе говорит, протяни руку. И вот когда ты делаешь усилие, понимаете, что действительно этот человек с инвалида не надо требовать. Встань и ходи. Если нету силы, если его никто не подхватит, ангел и сила Божия не подхватят, то зачем ты кричишь на него, встань и ходи? Зачем ты ему говоришь, да ты просто ленишься, да ты можешь ходить, вставай с инвалидной коляски? Нет, он не может ходить. Но если это идет рема, слово действие, и Дух Святой побуждает, потому что за этим стоит чудо, то тогда надо действительно сделать действие. И Иисус говорит сухорукому, протяни свою руку. Вроде бы, ну, для нас не проблема. Вот мне скажите, протяни руку. Я так могу вот так сделать, понимаете? Могу вот так сделать, могу вот так сделать. По-всякому. Но это больной человек, то есть, у которого рука вообще была отмершая, мертвая. Но Иисус ему говорит, протяни руку. И вот представьте, усилие – это принятие решения. Употребляющие усилие – это те, кто приняли решение. Они знают, что практически это невозможно. Но так как мне сказано это делать, я постараюсь, я приложу все свои усилия. Понимаете? Вот он принял решение, то есть, усилие – это решение. Так, я сейчас протяну руку. И ему протянулась рука, потому что сила Божья не действует без вашего участия. Знаете, нигде не написано, что у Бога есть усилие. У Бога есть сила. У нас есть усилие. Понимаете? А знаете, если человек упал, например, да? Упал. Такое. И ты хочешь его поднять? Если он никаких усилий не будет принимать, применять, то ты его не поднимешь. Вот просто так, ну, он просто вот так будет вот так лежать, а ты так подойдешь, если он тяжелый человек, ты никак. Но если он рукой хотя бы, знаешь, оттолкнется и на ноги, напрет, знаешь, усилит ноги, он поможет тебе, другими словами, то ты его сможешь поднять. Если нет усилий в нашем жизни, Дух Святой ничего не может сделать. И мы, например, ждем что-то, ждем, но с нашей стороны нет усилий. Ничего не будет. Но если с твоей стороны есть усилия, знаете, по молитве, по молитве, да, происходят чудеса. Через молитву происходят просто нереальные вещи. Но скажите, как лень молиться? Чтобы помолиться, надо усилия сделать. Надо принять решение, отложить все. Поймите, ничего физического тебе поднимать не надо. Три тонны тебе поднимать не надо. Никто не просит. Просто, просто задумайся. Вот у тебя 24 часа Господь тебе в сутки дает. Ты же не можешь помолиться и минуты. Пяти минут, часа ты точно не можешь молиться. Почему? Не потому, что ты в потенциале не можешь. Ты не применяешь усилия. А ты бы смог. Ты запросто сможешь молиться очень много. Запросто. Да нет усилий. Ты не применяешь усилия. Поэтому Царство Божие не включается. Ты не забираешь Царство. С праведностью проблемы. С миром проблемы. С радостью. Тем более. А если нету праведности? А какой радости может идти речь? Если человек действительно чувствует себя в осуждении. Да, я же все грешил. Дьявол тебе тут же еще 10 грехов напомнит, которые ты же и делал. А Господь тебе всегда будет напоминать свой крест. Я сделал это. Иисус никогда тебя не будет тыкать. Вот ты сделал грех. Косяк. Видишь? Надо тебя наказать. И тебя проучить. Господь тебя всегда возвращает на крест. Я это сделал. Я это сделал. Но с нашей стороны должны быть усилия. Скажите, помолиться молитвой покаяния, через которую человек рождается свыше, входит в Божье Царство, в этот мир, начинает ощущать сразу новые чувства, радость, восторг, легкость, свободу, любовь ко всем людям. Сколько людей я слышал. Говорили. Помолился. Такая любовь на меня сошла. Да мне хотелось просто бежать и всех обнимать. С чего вдруг? Просто обнимать без задней мысли. Просто людей всех, знаешь, вот как любимых своих. Чужих людей на улице. Обнимать хотелось. Потому что Царство Божье действует. Ведь послушайте, когда мы обнимаем своих родных, или своих детей, или жену, или мужа, да, у кого. Мы же при этом испытываем такую радость. Поэтому мы это дело обнимаем. А представьте, здесь намного еще выше. Ты чужого человека обнимаешь, как своего собственного родственника. Это действие Царства. Когда Закхей, Иисус вошел к нему, Царство вошло к нему в дом. Царь зашел к нему в дом. Иисус никогда не ходил с табличкой «Царь». Он никогда не представлялся. Я пастор, или я царь. Знаете, это было бы смешно, если бы Иисус представлялся к пастору Иисуса. Потому что Иисус – это царь. И знаете, он никогда об этом не говорил, но всегда это показывал. И когда он вошел к Закхею в дом, царство сработало. Царство сделало свое дело. Но скажите, а давайте все вспомним. Закхей принял какое-то усилие? Употребил? Какое? На дерево залез. Видите? То есть, не с Иисуса стороны это все было. Знаешь, Иисус к тебе прямо всей душой, а ты ничего, а Он продолжает тебе всей душой. Нет, написано «Приблизьтесь к Богу и приблизиться к вам». Вот оно в чем секрет. И ты думаешь, с Богом невозможно встретиться. Послушайте, реально встретиться с Богом. Давайте просто перечислим, сколько раз мы хотели встретиться с Богом. Реально на деле, не на собрании. На собрании тут есть атмосфера, тут намолено, тут прославление, тут все легче. А дома, дома, когда ты ничего не включаешь, а ты просто говоришь «Господи, это время, которое я буду искать тебя». У тебя, может, и не было даже такого. Может, было там 10 минут, потом тебе кто-то позвонил, или мысль тебе пришла, что-нибудь другое сделать. У тебя нет усилий, ты не применяешь, не употребляешь усилия. А так многого добился бы. Абсолютно каждый верующий так многого в своей жизни может добиться, не по сравнению с какими-то людьми, по сравнению с самим собой. Ты можешь поменять свое местонахождение. Знаете, что каждый из нас изменил свое местонахождение? Написано, что мы перешли с царства тьмы в царство возлюбленного Сына Иисуса, в царство света, в царство Божье. Мы перешли. Но если бы не было вот этого усилия помолиться, если бы мы не сделали этого усилия, смог бы что-то Бог сделать в нашей жизни? Нет. Я скажу, многое в нашей жизни не происходит только из-за нашей лени. Нет, ничего мы не хотим делать. Мы ничего не хотим делать, но все хотим иметь. И многое. Мы ничего не хотим делать. Знаете, самое плохое и печальное в христианстве – это крайности. Когда, например, кто-то говорит, вот я сделал грех, я теперь как-то должен отработать. А кто-то говорит, да, расслабься, Иисус все сделал. На самом деле Иисус все на кресте сделал. Он только его кровь твои грехи покроет. Но поймите, что можно просто потерять рассудок и рассудительность. И, например, все сваливать на благодать. Да, все нормально, Бог уже. Все жить, грешить. То есть уже не видеть и не испытывать угрызения совести. То есть совесть свою вообще отрезать. И жить такой плотской жизни. Да Иисус уже все сделал, расслабься, ничего не надо теперь. Как не надо? Как не надо, если сам Иисус говорит? Это же слова не какого-то там ученика из Иисуса, да? Это слова конкретно Иисуса Христа. О дне Иоанна Крестителя. До ныне. Царство Небесное силою берется. Ты хочешь в Царство Небесное? Ты хочешь в Царство Божье? А где усилие? Почему ты не применяешь усилие тогда? Ты начинай молиться. Да я молился. Ты молился три минуты и то за свои нужды. А ты Бога искал часами, днями. Изливал ли ты свою душу? Как далеко ты когда-то заходил? Нет. Пойми. Если посмотреть твою как автобиографию, а, ну как это сказать, прожитую твою христианскую жизнь, табель такой, каждодневный, то вряд ли там что-то серьезное можно найти. Вот, искал Бога, отказался от всего. Практически нету. Практически все, как жил раньше, только действительно там поверил в прощение грехов, допустим. Но ничего радикального не меняется из-за того, что человек, он ленится. Он ленится. А лень – это сила. Лень – это не просто. Да я не хочу. Я не хочу. Это не просто. Это вообще не твои слова. Лень убивает все. Я вам скажу, такой лень. Лень – это сила, которая, это демоническая сила. Вот ты понимаешь, что если я помолюсь, я буду в огне Святого Духа, я буду в откровении. Но не молишься. Ты понимаешь, что если ты почитаешь Слово Божие, ты получишь откровение. Ты обогатишься. У тебя радость будет. Ты будешь счастливым человеком. Но ты не читаешь. Почему? Почему? Ангелы Божьи ходят и удивляются. Почему? Почему они не делают этого? Если им говорят лень, они не могут этого понять, потому что понятия у ангелов, понятия лени не существует. По крайней мере, у Божьих ангелов. Да у тьмы тоже не существует. Там им задания дают и спрашивают. Там железная дисциплина. Божьи ангелы, они не отдыхают, они не спят, они трудятся, они всегда на службе у Бога. Поэтому, когда дети Божьи ленятся, они этого не понимают. Как? Как? А зачем лениться? Зачем себе желать плохого? И вот действительно мы вот так вот перед Богом и перед духовным миром выглядим. Да плевал я на свою жизнь. И так нормально сойдет. Есть такие работники, тоже когда отработают, они не стараются сделать качественно, красиво, знаете, аккуратно. Сойдет, пойдет. Заляпал там, закрасил. Красил раму у окна. Заляпал стекло. Пойдет, нормально. Чего здесь бабушка живет, она и не заметит. Не, чтоб там наклеить тейп аккуратненько. Это же время твое, да? Не, пойдет, нормально. И так и по жизни тоже, и с Богом тоже пойдет. Уже так почувствовал перемену, да? Тебя просто вытащили из ада, можно сказать. Вытащили. Ты практически ничего не делал. Все сделали верующие, которые ходили, навещали тебя, убеждали тебя, спасли, можно сказать, тебя. И ты такой. А ты такой, тебе все не надо. Тебе ничего не надо. Только потом будешь сожалеть о многом. Потом будет приходить возраст, когда ты будешь подводить итоги. А их не подвести, их нет. Я смеюсь, а вы нет. Хочется иногда подвести какие-то итоги, а их нет. Итогов нет. Нет, ты ничего не делаешь. Никаких усилий нет. Чтобы собрать урожай, необходимо посеять. И все это знают. Так и делай это. Это же усилие. Это определенная жертва. Это действие. Такой есть пример. Он очень яркий такой в Библии. Мы все это знаем, эту историю. Это Луки, 15 глава, 18 стих. Блудный сын, когда спустился ниже Плинтуса, обнищал, стал бомжом, в очень ужасном состоянии. И он не просто стал бомжом, он умирал от голода. И 15 глава, 18 стих говорит. «Встану, пойду к отцу моему и скажу ему, Отче, я согрешил против неба и пред тобою». Видите? Он принимает решение. Сколько таких людей сегодня находятся в таком же самом состоянии? Как важно принять решение и как важно это решение привести в действие? Сколько было благословенных конференций? Сколько было благословенных собраний, где люди посвящали свою жизнь Господу? Сто процентов! И в понедельник уже они сдувались. Проходила неделя, проходил год, пять лет прошло. Ты видишь, что он там орал, вины на шее вздувались. Как он плакал перед Господом, как он хотел весь мир завоевать. И теперь стоит пустая личность, с пустыми глазами, с пустой головой, живущий просто для себя, плотской человек. Почему? Вопрос. Потому что он лентяй. И лентяй, каждый из нас лентяй, каждый из нас лентяй, кто разрешает дьяволу связывать нас. Вот, хорошее, доброе дело могу сделать? Лень. Могу что-то сделать? Лень. Могу что-то сказать, поделиться, благословить всех? Лень. Могу дать? Лень. Никаких усилий. Ты решил быть инвалидом? Ты не инвалид, но ты решил быть им. Зачем? Ты разрешил дьяволу тебя сковать. Лень – это скованность. Она в уме. Вот эти оковы, вот эти наручники, когда на мозг одели. Человек может сделать для Господа много дел. Лень. Никаких усилий. Ничего. Почему? Почему? Потому что ты разрешил этому. Если ты запретишь этому, этого не будет. Ты будешь дисциплинирован, и ты будешь расти в Боге. И Бог будет употреблять тебя. Ты никогда не окажешься прежним. Блудный сын не остался прежним. Мы хоть и говорим «блудный сын», сейчас он на небесах. Что думаете, этого не было случая? Этот реальный человек, он уже перестал быть блудным, когда пришел к отцу. Мы говорим «притча о блудном сыне». Мы не говорим о младшем сыне, мы говорим о блудном сыне. А он уже не блудный. Он пришел к отцу, покаялся, очистился, омылся, был принят, был записан, восстановлен. Так же и мы. Это важно. Принять решение и исполнять его. Я видел, и меня печалило. И когда я смотрел на этих людей, особенно на конференциях, на каких-то сильных очень конференциях, когда помазанные люди говорили, там проповедники, спикеры, как там все плакали, как они там говорили, как они там все пророчествовали и все. И ты смотришь «нету, нету». Почему? Потому что ничего неохота делать. Ведь когда ты начнешь что-то делать, у тебя будет не получаться. Люди начнут критиковать. А зачем мне это делать? Так пусть критикуют. Я лучше буду от критики. Пусть что-то говорят. Я буду становиться лучше. Я уже не буду там, где я есть. Поэтому каждому верующему, я говорю, и также каждому неверующему, примени усилия. Помолись. Если ты не молился ни разу Богу, помолись, сделай это усилие, ты увидишь, какие чудеса произойдут в твоей жизни. Если ты верующий, если ты верующий и не хочешь ничего делать, я тебе говорю, прими решение, и исполни это решение, высказанное тобою, ты увидишь чудеса. Ты будешь очень благословен. Пусть Бог благословит вас. Дорогой Небесный Отец. Дорогой Небесный Отец.